МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. И Елена Александровна Осипова, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области. Елена Александровна, здравствуйте. Уважаемые друзья, сегодня говорим о тревожущих многих жителей региона вопросах осенний-зимний период. Это не только красота природы окружающей, это не только как сейчас великолепная погода, но это и проблемы с коммуналкой, которые, как обычно, начинаются у нас в осенний-зимний период. И, не дай бог, переходит на сильные морозы, когда начинает прорываться что-то и куда обращаться, что делать. Итак, давайте мы начнем вот с чего. С какими вопросами, связанными с коммунальной сферой, чаще всего к вам обращаются жители Тверского региона? Откуда больше всего обращений? Из областной столицы, возможно, какие-то районы области. Кто начнет? Давайте, Дмитрий Викторович. Обращения поступают по разным вопросам. Если их попытаться сгруппировать, это, наверное, прежде всего, ненадлежащее содержание жилого фонда, когда управляющие компании ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, не производят вовремя ремонт, не убирают подъезды, не обеспечивают гражданами необходимыми услугами, другими связанными с содержанием жилого фонда. Я сейчас сразу вас перебью вовремя. То есть, это, как в русской пословице, готовься они летом. То есть, это все нужно делать заранее, не пока придет этот самый осенне-зимний период. Да, совершенно правильно. Дело в том, что у нас, говоря о жил фонде, следует отметить, что все дома должны быть подготовлены к отопительному периоду до 15 сентября. Ага, у нас время уже прошло. Да. Разумеется, прокуроры здесь не сидели, сложив руки тоже, не наблюдали просто. А вот подготовят, не подготовят, не подготовят, тогда мы их привлечем к ответственности. Нет, это не так. Прокурор области нацелил всех наших сотрудников на то, чтобы с самого начала подготовки к ОЗП прокуроры уже надзирали, соблюдаются ли планы графики, все ли дома в них включены, как проходит эта работа. Если мы видели очевидное отставание уже от планов графиков, то руководители управляющих организаций предостерегались, есть такая мера прокурорского реагирования, о недопустимости нарушения закона. То есть мы в этом случае говорили, да, еще нарушения нету, но если вы дальше будете бездействовать, то нарушение будет допущено, и в этом случае вы, нерадивые руководители, нерадивые чиновники, будете привлечены к установленной законам ответственности. Дмитрий Викторович, вы говорите, что вы проверяли, ну ведь это же огромное количество домов, это огромный пласт работы. Проверяли все или каким-то образом управляющие компании и подведомственные им жилые дома? Безусловно, у нас более 11,5 тысяч многоквартирных домов по Тверской области. По Тверской области? Многоквартирных? Да, да. И прокуроры не могли проверить, и такой задачи перед собой не ставили, потому что мы не контролирующий орган, а надзирающий. И свои надзорные плановые мероприятия мы проводим с учетом сведений о нарушениях закона, либо возможных нарушениях закона. Поэтому мы тесно взаимодействуем с органами местного самоуправления, с государственной жилищной инспекцией Тверской области. И прокуроры, как правило, располагают сведениями, где могут иметь проблемы, где есть проблемный фонд, в том числе, где не выбран способ управления, либо граждане не определились с выбором. Много таких, кстати, домов у нас? У нас порядка 700 домов, где не выбран способ управления. То есть, по сути, это бесхозные дома? Нет, они не бесхозные. Мы эту проблему тоже можем затронуть, если будет такая необходимость. Но это порядка 700 домов. Правильно, да, Елена Александровна? Да. Более 750 домов. Не выбран способ управления. Не выбран способ управления. И в этом случае, если граждане не реализовали свое право, а это прежде всего право граждан, то органы местного самоуправления обязаны провести открытый конкурс по отбору управляющей организации. То есть, если люди не выбирают сами, им предлагают, да, кто будет руководить, вести их дом? По сути, за них это должен сделать орган местного самоуправления. Местного самоуправления. Да. И здесь, к сожалению, тоже порой сталкиваемся с ситуациями, как, например, это имело место в этом году в городе Ржеве, когда органы местного самоуправления тоже не реализовали, в данном случае же, свои обязанности по проведению открытого конкурса. Что, в принципе, и повлияло на значительное отставание, да, вот графика по подготовке жилых домов к ОЗП. Ну, уже, в конце концов, тот, кто не выполнил свою обязанность, он понес ответственность? Безусловно. Вы говорили о домах многоквартирных. Как часто обращаются жители, допустим, новостройок? Что проблемнее в нашем регионе? Новостройки или все-таки старые дома? У нас есть старые хрущевки, которых еще очень много. Нет, все-таки это старые дома. Старые дома, да? Да, жители многоквартирных таких высотных домов, вот не припомню на памяти, чтобы были какие-то такие существенные проблемы, на которые мы бы обратили внимание. А в основном это старый фон, где там уже рушатся фасады, там течет кровля, как правило, да, там вот как раз в такие периоды сейчас осеннее будет протекание, это уже там подъезды приходят, негодность. Коммуникации изношены совершенно, ведь у нас же есть дома, которым по 60-е свыше, многоквартирные. И находятся как раз без управления, потому что их не хотят брать. Никто не хочет брать, да? Это значит груду на себя забудет взвалить. Вот эти вот новостройки, здесь уже обязанность органа местного самоправления сразу после приемки такого дома в эксплуатацию организовать конкурс и выбрать управляющую компанию. То есть этот дом уже обеспечен какой-то службой, да, который как раз и начинает управлять. А вот такие дома, вот старенький такой фонд остается без управления. Но управляющая компания же знает, да, у нее же не так, ну, относительно много домов, да, в подчинении. Какого года постройки, что нужно в первую очередь, да, заменить там трубы или заменить кровлю, или что-то сделать с подъездным козырьком, да, чтобы жители были обезопасены как-то, скажем так? Во-первых, она знает, а во-вторых, у нее есть обязанность проводить осмотры периодически. Это два раза в год обязательно, то есть весной. Проводится осмотр общедомового имущества. На основании вот этих вот, этого обследования как раз и готовится план, график подготовки дома к зиме. То есть он выявляет какие-то недостатки для того, чтобы запланировать работы. Есть обязательная работа, есть, которая вот включается по итогам такого обследования. И осенью тоже это проводится обследование перед отопительным периодом. Если мы слышим в ответ, какой вам ремонт, уважаемые жители, если денег катастрофически не хватает, сейчас квартплата за коммуналку, она просто большая, если скажем, очень большая, да, это ответ, принимается такой ответ, или это не должно волновать жителей, жители должны жить в нормальных условиях, что мы можем сказать людям. Безусловно, жители должны жить в нормальных условиях, которые отвечают требованиям как жилищного, так и санитарно-эпидемиологического законодательства. Но при этом мы должны понимать, что есть текущее содержание, а есть капитальный ремонт. Вот текущее содержание – это управляющая компания. А если мы говорим про капремонт, это, как правило, все-таки обязанности фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. Есть программа, да, которая утверждена на региональном уровне, и капитальный ремонт в соответствии производится уже с этой программой краткосрочными планами капитального ремонта домов. Ну, то есть, все равно какие-то денежные средства, они запланированы, они выделяются, да? Конечно. И с учетом того, что если человек платит регулярно, он законопослушный гражданин, и он должен вправе ожидать нормальной подачи тепла, хотя бы чистоты в доме, и чтобы электричество не вырубалось каждые полчаса. Это вправе, но для того, чтобы управляющая компания выполнила какие-то работы, да, какие хочет, ну, текущего содержания, я имею в виду, то тогда они все равно должны собрать собрание, определить, какие работы они хотят выполнить, определить определенную смету, то есть сколько это будет стоить. Не так, чтобы эта управляющая компания решила, сколько она денег потратит на те или иные работы, а это должны определиться собственники, что им сейчас необходимо сделать. И на основании этого собрания уже двигаться дальше решение. Естественно, это собрание, это решение будет исполняться управляющей организацией за счет как раз тех денежек, которые собрали жители. Ага. Давайте об этом поговорим попозже. Мы сейчас проливаемся на небольшую рекламу. Буквально три минутки. Не переключайтесь, уважаемые друзья, и звоните 300-190. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Я в эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова. Звоните нам 300-190, задавайте свои вопросы. Напоминаю, что сегодня мы говорим о состоянии жилищно-коммунального хозяйства в области и в регионе, о готовности этого самого хозяйства к осенне-зимнему периоду. В гостях у меня сотрудники областной прокуратуры. Дмитрий Викторович Столяров, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тверской области. И Елена Александровна Осипова, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области. Елена Александровна, такое вот у вас довольно-таки объемное, да, название должности. Мы начали говорить о том, что собрание должно пройти. Вот по каким вопросам собирается собрание собственников жилья, и насколько важно решение этого собрания? Ну, вообще, в исключительную компетенцию общего собрания входит очень много вопросов. Это в том числе выбор способа управления домом. Вот о чем мы сейчас говорили. Вот о чем мы говорили, да, что у нас около 700, да, домов, еще не выбрали способа управления. И могут заменить, если они почему-то не нравятся. Могут заменить в любое время. Собственников это прерогатива в отношении управляющей компании. Управляющая компания, конечно, так не может в любое время изменить и отказаться от дома. А собственники могут выбрать в любое время иной способ. Это может быть и ТСЖ, и может быть непосредственное управление, если в доме не более 30 квартир. А у нас непосредственным способом управления вот сейчас в области свыше двух с половиной тысяч таких домов. Непосредственно управление собственниками жилья? Сами собственники управляют и в том числе готовят дом к зиме. Ну, наверное, мне почему-то так кажется, что у них эффективно это получается или нет. Вы сами надеете, в самом деле. Не всегда, не всегда, к сожалению. Просто нужны иной раз профессионалы, и от этого никуда не деться. Вы знаете, если граждане, собственники живут между собой дружно, все замечательно. А когда один хочет одно, другой хочет другое, начинаются споры. Как лебедь, рак и щука, да? Непонятно. Как, наверное, и собрание, да? Вот кто-то упрется. При каком процентном соотношении принимается решение? Если, допустим, там две или три квартиры, или целый подъезд скажет, а мы не хотим. Там есть разные вопросы, и есть компетенция таких вопросов, которые, например, двумя-третьями голосов решаются. Это прописано в законе. Это прописано в законе, и вот этот барьер нужно преодолеть две трети. А какие-то все-таки большинством голосов. Потом это все решение собрания оформляется документально, обязательно подписи жильцов. Потому что я знаю, что были случаи, когда непорядочные, скажем так, люди в управляющей компании подделывали подписи якобы проведенного собрания. У нас прокуроры ежегодно выявляют такие факты. Уже в этом году у нас выявлено четыре таких протокола поддельных. Это как раз прокуроры города Твери. У нас и московский, и центральный, и заложский. Да, 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 я знаю, что вот в московском районе один адрес, я знаю, мы делали программу в патрульной службе, были подложены подписи. Да, направлены материалы в полицию, уже возбуждены уголовные дела. Скажите, да, вот собрание, значит, принимает решение, и вот опять же прописано в законе, и кто, потом могут ли сами собственники жилья проверять правильность расходования средств? Для этого, наверное, существует домовой комитет, так называемый, да, общественность? Да, есть общественность, выбирается совет дома, есть тоже такие условия в жилищном кодексе, где более четырех квартир, как правило, выбирается совет дома. Из этого совета дома выбирается председатель. Ну, по-разному выбирается совет дома, когда по подъездам, бывает даже как-то по этажам, то есть на один подъезд бывает и несколько членов совета дома. И вот эта инициативная группа, как правило, она активно проявляет свою позицию, обращается в различные органы с недовольством, контролирует работу управляющих компаний, либо это товарищество собственников жилья, и, соответственно, может запрашивать какие-то сведения и доносить эти сведения, да, непосредственно самих потребителей, жителей нас. Инициировать в том числе какой-то вопрос на собрании, что есть такая вот проблема, которую необходимо решить, и вот каким-то является звеном между управляющей компанией и собственниками. Мы в первой половине программы говорили о том, что некоторые управляющие компании ссылаются на нехватку денег. Собрание может решить, что да, нам нужно провести тот-то ремонт, заменить те-то трубы или коммуникации какие-то, и для этого нужно скинуться всем собственникам. То есть собрание это тоже может делать, и управляющая компания принимает такие деньги, и на эти деньги должна уже провести ремонт. Нет, заменить трубы – это уже будет капитальный ремонт. Это капитальный ремонт. Это капитальный. А на что скидываться могут? Ну так вот, образно говоря. Это можно сделать ремонт в подъезде, заменить двери, например, да, в подъезде, которые уже у некоторых совсем ветхие, поставить домофоны те же самые. Это можно благоустроить придомовую территорию. Это тоже на свои причистые, да? Если, да, конечно. А если крыша – это тоже капитальный ремонт? Это капитальный ремонт. Это уже должна управляющая компания? Это в программе. Это программа. Это программа, программа и сроки, которые предусмотрены программой. То есть, если управляющая компания говорит, давайте скидывайтесь на замену труб, не верьте. Да, это неправда. Нет, ну, собственники, если захотят помимо этой программы сделать какие-то работы, им никто не может запретить вправе, если они готовы понести какие-то дополнительные расходы сами. Готовы. Столько бы, чтобы их никто это делать не заставлял. Конечно, конечно. Да, в капитальный ремонт, они уже как бы заложены. То же самое по содержанию жилого фонда. Есть перечень работ, которые в том числе прописаны в договоре управления. И вот эти работы, услуги должны оказываться уже за ту плату, которая прописана не больше, не меньше. Если же собственники хотят сделать что-то большее, вот они, да, решили правильно установить домофоны, там, цифровые, да, с экранами, там, красивыми. Они решили пластиковые окна там поставить, я не знаю, там, плиткой какой-то мраморной выложить. Ну, никто не запрещает. Это право собственников, но не обязанность. Поэтому, если они коллективно приняли решение, что им необходимо какие-то дополнительные услуги получить, дополнительные работы выполнить, ну, конечно, это право граждан, никто им это не запретит. С какими вопросами, с какими претензиями к вам чаще всего обращаются люди? Вот как раз по плате, вот за содержание все ссылаются на том, что, вот, как вы сказали, большая такая завышенная плата, за которую граждане ежемесячно платят управляющие компании. Только эту плату непосредственно и выбирают сами граждане, то есть они ее устанавливают, но по предложению управляющей компании. То есть могут люди на этом собрании сказать, мы не хотим платить такие деньги? Или все равно придется? Ну, они должны тогда посмотреть, какая компания управляющая, да, может им предложить другую цену за эти же услуги. То есть любые, как бы, услуги, они должны быть, все равно цена экономически обоснованная. Если у нас есть такие граждане тоже, которые хотят платить по рублю, чтобы получить на 100 рублей, да, услугу, но такое не бывает. Ну, кому же не хочется. Все должны понимать. Но и с другой стороны, наша обязанность, и как прокурорских работников, да, в первую очередь, обеспечить уже качественное предоставление коммунальных услуг, за которые граждане заплатили свои денежные средства. И поэтому, вот, Елена Александровна начала говорить, основное количество жалоб связано с тем, что, да, вот за эту достаточно большую плату за содержание жилого фонда, граждане порой не получают качественные услуги. Вот в чем проблема. И в этом случае, да, безусловно, это уже вина управляющих компаний, за которые они несут установленную законом ответственности. — Управляющие компании, как правило, это от лени, потому что некогда было сделать, некогда было подготовить дом, вот начиная там с весны, да, или же это от нежелания, желание денежку какую-то на карман себе положить, как правило, что это такое со стороны управляющих компаний, и почему они не хотят делать то, что обязаны? — Причины разные. Где-то действительно управляющие компании неправильно спланировали свою работу, не привлекли достаточное количество, да, подрядных организаций, не набрали достаточный штат. Сотрудников для того, чтобы вот надлежащим образом и своевременно выполнить свои обязательства. А где-то элементарно, да, здесь не доделали, там не доделали, а денежные средства себе на премию. — Да, вот это такое есть. Уважаемые друзья, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. — Здравствуйте, меня Александр зовут. — Да, Александр, ваш вопрос. — Скажите, пожалуйста, вот мы все помним, какая была зима в прошлом году. — Вернее, какой ее не было. — Ну, какой ее не было, да, да, да. — Ага. — Вы знаете, топили, топили, ну, процентов, наверное, на 50, где-то, может быть, даже меньше. Но сумму выставляли такое ощущение, что зима 30 градусов у нас стояла. — Ага. — Вот, никакого перерасчета, ничего. — Что делать в этом случае и куда обращаться, да, Александр? — Да, вот хотелось бы узнать, какое это прокурорское реагирование или что-то, потому что, ну, просто даже смешно. Спасибо вам большое. — Спасибо. Спасибо за вопрос. Смешно, если бы не было так грустно, да. Что мы можем ответить Александру? Задают такие вопросы, обращаются к вам? — Очень редко. — Ну, давайте. — Да, да, да. — Да, очень редко такие обращения поступали к нам в прошлом году. Но здесь нужно отталкиваться от того, каким образом оплачивается эта услуга. Это по счетчику, либо это норматив, то есть стоит ли в доме счетчик, либо эта оплата производится по нормативу потребления. — В доме счетчик имеется в виду общедомовой счетчик? — Да, вот сколько счетчик накрутил, столько граждане и оплатили. — Больше не имеют права, да? А если счетчик отсутствует, тогда это норматив, тогда это сложнее доказать, что не фиксировано, да? — Да, это фиксированная сумма. — То есть на дворе стоит минус 30 или плюс 5, это неважно. — Да. — Вот относительно, но вы разбираетесь, если к вам приходят такие вот жалобы, вы выезжаете на место, как реагируете? — Нет. Вот это обязанность у нас органов государственной жилищной инспекции и либо муниципального жилищного контроля. — Ага, и непосредственно, это тот орган проводит, да? — Да, это контролирующий орган. Но в данном случае, вот в этом году, например, у нас установлен мораторий на проведение проверок с учетом того, что распространяется коронавирусная инфекция и федеральным законодательством предусмотрен запрет на проведение органами контроля проверок. И в данном случае сейчас у нас прокуроры этим занимаются, но с привлечением специалистов. То есть мы в праве их привлечь. — То есть это вы сложили уже на вас? — Нет, не совсем правильно. — Не сложили. — Правительством Российской Федерации установлен мораторий на проведение проверок, да? — Вообще прав. — За исключением тех случаев, когда существует реальная опасность для жизни и здоровья граждан. — А, все понятно. — Поэтому контрольные надзорные органы проводят проверки сейчас, ну за исключением случаев, которые, вот, исключение прямо предусмотренных законом, либо по нашему требованию, либо мы сами в настоящий момент вынуждены действительно непосредственно проводить проверки и привлекать сотрудников контроля надзорных органов в качестве специалистов. Поэтому Государственная жилищная инспекция в текущем году, сотрудники данной инспекции, участвуют больше в качестве специалистов в проверках, которые проводятся непосредственно сотрудниками органов прокуратуры. — Вы в этой ситуации, вот в связи с тем вопросом, который нам задал Александр, советуете, что все-таки поставить домовой счетчик, да, чтобы это была реальная цифра потребления жителям? Что здесь можно посоветовать? Чтобы не было вот таких вопросов? — Счетчики вообще должны быть установлены на каждом доме. — На каждом доме, да? — На каждом. — И если это не установлено, опять же таки, это обращаться в управляющую компанию или сами решать, что ставим счетчик? — Это обязанность собственников. — А, это обязанность? — Общедомовой счетчик — это обязанность собственников всех. То есть они должны принять опять решение установить этот счетчик. Если же они не выполнили эту обязанность, то это может сделать и ресурсоснабжающую организацию. Но она в данном случае возложит все те расходы, которые она понесла, на собственников, выставив в квитанции эту плату. — Таким образом, ну за все приходится платить. Кстати, был мне вопрос от наших телезрителей, что делать, если подают тепло? Ну, ну вот как вот в вопросе Александра, не то что жаркая зима, а вот сейчас уже в квартире невыносимо жарко. Подают, но с избытком. И платить приходится за вот это тоже самое потребляемое тепло, но крупную сумму денег. Как быть, чтобы уменьшить количество этого потребляемого тепла, чтобы было комфортно? — Мы должны понимать, что отопительный сезон начинается в соответствии с решением органа местного сумму управления. И когда такое решение принято, в Тверской области, ну в Твери, в частности, Тверская генерация, да, она обязана начать отопительный сезон и поставлять тепло в квартиры граждан. — Несмотря на то, что вот как и нишняя осень, да, стоит практически август. — Нет, есть определенные, понятно, технические требования, параметры в зависимости от температуры наружного воздуха, да, там, повышают давление. И температуру теплоносителя снижают. Понятно, что все это должно учитываться, все это нормативно регулируется. Но мы также должны понимать, что есть разный жилой фонд. Есть те же новостройки, где большие, хорошие трубы, да, и нет никаких засоров. — Да, и еще потери, теплопотери не такие сильные, не такие щели, как в старом фонде. — Есть дом, который стоит рядом с магистральной трубой, а есть где-то в тупике, да, дома. И, разумеется, но теплоноситель доходит туда разный. И если в определенных домах жарко, такое есть, то где-то при этом может быть и прохладно. Поэтому это надо индивидуально смотреть по каждому жилому фонду, насколько соблюдаются вот эти параметры. — И в данном случае еще раз куда обращаться, если у жителей возникает именно такой вопрос? — Лучше обратиться в управляющую компанию. Она, как исполнитель от коммунальной услуги, обязана эти вопросы отрегулировать с ресурсоснабжающей. Есть ли возможность каким-то образом снизить этот теплоноситель? — Это лучше писать, лучше самому прийти, тем более, что вот у нас такая действительница коронавирус. Это все переходит, наверное, уже, что называется, в сферу электронной почты. — Потом есть государственная информационная система, ГИС ЖКХ, если не ошибаюсь, называется. Поэтому граждане, которые зарегистрированы в этой системе, могут дистанционно направлять заявки, обращения. И они по силе юридической ничем не уступают письменному обращению, либо устному обращению, когда гражданин непосредственно пришел в управляющую компанию, либо в орган государственной власти. И все такие обращения должны быть рассмотрены в установленном законном порядке. — Кстати, я знаю, что у вас в прокуратуре в прошлые годы работала горячая линия, куда поступали звонки. Вот сейчас не все жители нам могут позвонить, да еще, может быть, с этой проблемой, с такой вот сострой, не все столкнулись, да? А потом будет много вопросов. Вообще-то, насколько это актуально, вот вы чувствуете по обращениям? — Такая горячая линия будет проведена и в текущем году. Прокурор области такое решение уже принял, поэтому, я думаю, это либо на этой неделе, либо на следующей неделе край такая горячая линия будет организована. Что же касается проблематики подготовки жилого фонда и вообще объектов коммунальной сферы к предстоящему отопительному сезону, то этому вопросу была посвящена коллегия прокуратуры области, которая состоялась 29 сентября. При этом предварительно все прокуроры, то есть каждый межрайонный и районный прокурор, на своей территории проанализировал состояние законности, провел необходимые проверочные мероприятия. — Это вот о чем вы говорили в начале, да? — Да, да, и предоставил нам информацию. Кроме того, мы работали в тесном взаимодействии с региональными органами власти, в том числе и профильным министерством, и государственной жилищной инспекцией Тверской области, а также центральным управлением Ростехнадзора. Поэтому при подготовке коллегии, я полагаю, мы, скажем так, собрали достаточно большой объем достоверной информации, которая позволила сделать вывод о том, какие проблемы существуют в области, где необходимо наше вмешательство прокурорское, где это вмешательство необходимо вместе с органами власти и контрольно-надзорными органами, и запланированы конкретные дополнительные мероприятия. Потому что, как я уже сказал в начале нашей беседы, что до 15 сентября весь жилфонд должен быть подготовлен. Но ведь если какие-то управляющие компании не исполнили свои обязанности, это не значит, что все, срок прошел, они наказаны, и дальше все, можно отдыхать. Да, можно отдыхать до следующей осени. А как люди будут зимовать, это их не волнует. Да, да, наша обязанность добиться того, чтобы все объекты, все дома были надлежащим образом подготовлены. Вот, ну, на ваш взгляд, вот, может быть, даже не как сотрудника прокуратуры, на житейский взгляд, чего же дать людям? Насколько, вот спрашивают меня, опять же-таки, насколько изношены те же самые тепловые сети в Тверском регионе, электрические сети, что мы можем сказать, и где, где ждать, что называется, где тонко там рвется? Тепловые сети, на самом деле, изношены по региону более чем на 70%. Ой-ой-ой, большую щель. Но при этом нельзя сказать, что, как бы, все органы власти бездействуют. Выделяются достаточно существенные денежные средства, в том числе из областного бюджета, из бюджетов муниципалитетов. Предоставляются необходимые субсидии, и каждый год производится замена труб, прежде всего на тех участках, да, которые представляют какую-то... Опасность, да, которая может прорвать. Да, да, наибольшую опасность, которая находится в аварийном состоянии. Производится модернизация котельных. Много в каких муниципальных образованиях уже поставлены, так называемые, блочные котельные, да, газовые, что позволяет и сократить размер платы за услуги ЖКХ, сократить теплопотери, соответственно, потому что котельные, как правило, вот они расставляются поближе к жилому фонду. И, соответственно, ну вообще сократить затраты. И повысить качество коммунальных услуг. Поэтому, да, процент износа, он большой. Это еще... Но работа проводится. Коммуникация с тех времен, да, со времен Советского Союза, да? Да, того государства. Конечно. То есть, хотелось бы большего, но, как бы, и мы рекомендуем соответствующие мероприятия, да, органам власти, и они не бездействуют. Но работа идет в позитивном направлении. А электросети у нас в каком состоянии? Потому что так, чтобы не было отключения электричества, это тоже, да, все важно. Процент износа такой же, чуть более 70%. Но при этом мы должны говорить, что это не только сети, которые вот высокого, скажем так, напряжения, да, это... Но речь-то идет и о сетях, которые проходят по территории муниципальных образований, да, которые достались от каких-то предприятий, которые уже канули в небытье. И здесь прокуроры тоже проводят работу, направленную на выявление бесхозяйных объектов. Они, к сожалению, выявляются периодически, да, особенно, да, это объекты электроснабжения. Есть какие-то и объекты, связанные с теплоснабжением, газоснабжением, но в основном электрика. И мы обязываем органы местного самоуправления поставить на учет такие объекты в Росреестре в качестве бесхозяйных, в дальнейшем принять их в муниципальную собственность и обеспечить надлежащее содержание заключения договоров с специализированными организациями. А что касается электросетевых организаций, да, к сожалению, здесь и прокуроры, и сотрудники Центрального управления Ростехнадзора выявляют очень много нарушений закона. Добиваемся их устранения, привлечения виновных лиц к административной ответственности. Ситуация, к сожалению, меняется не так быстро в позитивную сторону, как хотелось бы. А скажите, административная ответственность, она предполагает штраф, штрафные какие-то санкции? Люди спрашивают, будет платить та же самая управляющая компания или кто-то, не из наших ли денег? Мы, прежде всего, ориентированы на привлечение к административной ответственности в обязательном порядке должностных лиц, чтобы они, скажем так, из своего кошелька эти денежные средства достали и уплатили штраф. Потому что привлекать к административной ответственности те же муниципальные предприятия, которые и так порой находятся в плачевном состоянии, если вот не видим такого грубого нарушения закона, то порой прокуроры не привлекают к ответственности. Но должностные лица в обязательном порядке. Вмешательство прокуратуры, наверное, существенно и пытаются исправить, я надеюсь. У нас телефонный звонок, говорите вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. У меня следующий вопрос. Я живу на Трикопском, у нас сейчас реконструкция дороги переулка делает. А меня волнует вопрос, а кому принадлежит дорога с обратной стороны, со двора? Потому что там лежит асфальт под самую дверь металлическую. Алло. Да, да, мы слышим. Алло, слышим, да? Перекопский или Перекопский? Перекопский. За Волгой. За Волгой. Да, и там асфальт лежит под самую дверь, там несколько лет назад закатали. Лужи там стоят, фасады мокнут, бесконечно отваливаются. Если чуть подморозило, то двери уже не откроешь. И дверь как бы вниз уже не укопаешь, никуда не сделаешь. То есть вот, кто отвечает за этот асфальт? Кривой, косой и... Вы знаете, мне кажется так, Дмитрий, вы оставьте, пожалуйста, нашему помощнику свой телефон, Перекопский переулок и дом у вас какой? Дом 4. Дом 4. Ваш телефончик, да, оставьте, и вы тогда, наверное, отдельно разберетесь с вашей проблемой. Позвонят наши гости вам и попробуют разобраться. Спасибо вам, Дима, за звонок. Я, знаете, что на эту тему хотел сказать. Кто отвечает за обустройство придомовой территории? Вот сейчас затронул наш телезритель. Придомовая территория, да, которая тоже мешает нормально жить. Ну, я прежде всего бы хотел пару слов сказать по поводу обращения телезрителя. После эфира мы доведем необходимую информацию до прокурора Заволжского района. Уверен, что он в кратчайший срок организует проверку и эту проблему решит. Вот. Что касается придомовой территории, то мы должны понимать, есть вот территория, которая относится к многоквартирному дому. И ответственность за содержание этой территории лежит на управляющей организации. Если же это не придомовая территория, да, которая не закреплена за данным домом, тогда это ответственность уже муниципалитета по надлежащему содержанию такой территории. У нас в городе Твери реализуются каждый год соответствующие программы, да, по благоустройству придомовых территорий. Мы с вами видим, сколько дворов, да, уже у нас отремонтировано. Поэтому есть определенное, как бы, позитивное движение. Но еще раз говорю, если это территория, которая принадлежит и относится к данному многоквартирному жилому дому, тогда это зона ответственности управляющей организации. Ну, это надо смотреть и разбираться, да, с данным конкретным домом. Кстати, вот вопрос такой спрашивают тоже люди. Есть ли, насколько, на какое число дней может быть прекращена поставка коммунальных услуг, если в доме проводится ремонт, какие-то ремонтные работы. И как потом делать, если вдруг эти сроки растягиваются? Как вы, Елена Александровна? Да, давайте я отвечу. Вот сейчас тоже поступают к нам обращения такие. И в прошлом периоде такие обращения были. Это как раз когда горячей воды нет более 14 дней. Вот как раз существует срок для проведения профилактических работ. Система горячего водоснабжения 14 суток. Если уже превышает эти сроки нормативные, тогда уже влечет эта ответственность. Это мы говорим о горячей воде, но в сущности может быть все что угодно. Горячая вода, да. И, естественно, это и отопление, это и электроснабжение, и холодная вода. То есть есть нормативы прекращения коммунальных услуг. Периоды прекращения установлены у нас законом. И за любое нарушение, естественно, существует ответственность. Ну, это, как правило, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение. Это 8 часов суммарно в течение месяца, да, либо 4 часа непосредственно сразу, да, если отключена эта вода. Если же происходит какая-то авария, то здесь уже сроки немножко более продолжительные для устранения. Это зависит и от того, какая это система, то есть какая труба, это холодное водоснабжение зависит не только от диаметра трубы, на которой произошла авария. Это зависит еще от глубины залегания этой трубы. И вот этот период, в течение которого компания должна устранить эту аварию, зависит от 8 до 24 часов. Вот. Если же это система горячего водоснабжения, там зависит тупиковая эта магистраль, не тупиковая. Если тупиковая, то это тоже до 24 часов устраняется эта авария на этой системе. То есть как вот в этом вопросе, который сейчас у Дмитрия задавал, это все нужно индивидуально смотреть по конкретному дому, да, по конкретной ситуации. Это надо фиксировать для того, чтобы провести гражданам перерасчет, потому что эта услуга либо не предоставлялась совсем, да, либо... Фиксировать это необходимо. Кто должен это фиксировать, если, допустим, жители? Самых собственных жилья? Как, когда? Или как? Если это знает ресурсоснабжающая организация, она должна сообщить этого управляющую компанию, либо наоборот. И это фиксируется в журнальных определенных журналах. Если об этом не знает либо одна компания, либо другая, то это должен быть сигнал гражданина, потребителя. Но лучше самому тоже фиксировать, да, потому что, как мы сегодня уже говорили, что разные бывают. Зарегистрируют вашу заявочку, должны сообщить, кто ее зарегистрировал, время и так далее, чтобы зафиксировать этот факт. Потому что если факт не будет зафиксирован ни одной из ни управляющих, ни ресурсоснабжающих компаний, и заявитель не позвонит, то так оно и пройдет. Да, как будто бы и было тепло, и был свет, и было все что угодно. Ваш совет, в каких случаях необходимо обращаться именно к вам в прокуратуру, в случаях, связанных с какими-то коммунальными неудобствами? Прежде всего, к нам надо обращаться, когда бездействуют управляющие организации, бездействуют органы местного самоуправления, да, либо органы государственного власти, в зависимости от того, какой вопрос, куда обращались граждане. Потому что, как я уже говорил, прокуратура — это неконтролирующий орган, мы надзирающий орган. И наша первостепенная задача, обязанность — заставить работать других чиновников, заставить работать другие органы власти и местного самоуправления. Поэтому, если они не исполняют свои обязанности, то уже мы заставляем их это делать и вмешиваемся в процесс. Но в текущем году, как уже Лена Александровна сказала, в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, моратория на проведение проверок контролирующими органами, многие проверочные мероприятия мы проводим непосредственно. Непосредственно, да? У нас еще один телефонный звоночек. Говорите в эфире. Говорите, здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут как? Меня зовут Надежда Петровна. Да, ваш вопрос, Надежда Петровна. Меня вот какой вопрос интересует. Существует ли какая-то программа в городе? Ну, к примеру, вот асфальтируются дороги. 100% — это 20 километров. Из них 5 километров должны сделать грунтовых дорог. Потому что вот мы живем на грунтовой дороге, и улица Кривическая, и там таксисты уже не всегда ездят. Потому что говорят, что, ну, как сказать, не проехать к вам. Ну, проехать невозможно, понятно. Да, не проехать к вам. И поэтому очень сложно, очень сложно. Там вообще район очень сложный. Там же ни школы, ни детского сада. Все на машинах. Улица Кривическая. И когда мы задаем этот вопрос городским властям, там даже уличного освещения до сих пор нет. Они говорят, надо... Года три назад, наверное, мы были в программе освещения этой улицы. Но как-то вот не прошлись. Я поняла, Надежда Петровна, район у вас какой, улица Кривическая? Заволжский. Это тоже Заволжский район? Да, это Заволжский. Это микрорайон Черкасса. Ага, Черкасса. Район ДРСУ-2. Значит, ваш вопрос, если коротко, Надежда Петровна, когда будет до ума доведена ваша улица Кривическая? А, хотя бы не до ума, хотя бы там, я не знаю, хотя бы начали что-то делать. Ага, спасибо большое, Надежда Петровна. И вам большое спасибо, до свидания. Что, тут тот же ответ, это уж как действовать будете? Но ответ немножко другой. Дмитрий Викторович. Отвечем? Да, да, конечно. Смотрите, программы действительно существуют и по ремонту, в том числе уличной дорожной сети, но вне зависимости от того, включена дорога в эту программу или нет, все дороги должны соответствовать требованиям ГОСТа. И если дорога содержится ненадлежащим образом, и там можно, извиняюсь за народный сленг, оставить подвеску, то, безусловно, это уже есть основания для реагирования с нашей стороны. Поэтому это сообщение тоже мы передадим прокурору района и установим контроль за его разрешением. И относительно того, что там темно, да, что там мало того, что не проехать, а что и не пройти совершенно, потому что можно куда-нибудь упереться. Скажите, пожалуйста, были ли с вашей стороны наказания, которые вы назначили ответственным за надлежащее состояние коммунальной сети, которые дошли до суда и понесли люди уже такой более серьезной ответственности? Или это все только штрафными санкциями, или вот так вот погрозить пальчиком, может быть? Ну, в основном это штрафные санкции. Это за ненадлежащее содержание, вы имеете в виду, жилищного фонда. Да, да, жилищное. Но когда помимо того, что уже должностное лицо виновное привлечено к административной ответственности не устраняет нарушения, были у нас, конечно, случаи, когда прокуроры обращаются в суд и доводят дело до конца, то есть обязывают управляющую компанию произвести те или иные работы. То есть у нас в этом году уже по искам нескольких прокуроров были отремонтированы крыши, например. То есть когда они отреагировали на наказание, пришлось уже после вмешательства. Так есть еще более глобальные вопросы. Когда в преддверии отопительного сезона у нас в отдельных муниципальных образованиях котельные оказались отключенными от электроснабжения, от электроэнергии за неуплату. За неуплату? Для того, чтобы обязать электросетевые организации восстановить, обеспечить поставку электроэнергии на котельные, а теплоснабжающие организации начать поставлять тепло в квартиры граждан. И почему это удалось достаточно быстро решить? Потому что прокуроры одновременно заявляли ходатайство о принятии обеспечительных мер. Поэтому вот здесь прокуроры достаточно оперативно отреагировали при выявлении этих ситуаций. И вопросы с теплоснабжением были решены. Ваш, может быть, чисто житейский прогноз на этот осенний-зимний период. Все ли будет хорошо? Или это все мы можем говорить только когда придет уже та же самая зима? Какая будет температура? Все зависит от этого. Со стороны людей, со стороны тех, кто должен заниматься подготовкой хозяйства всего, идет эта подготовка, ответственность, на ваш взгляд, нормальная? Подготовка идет. Жилой фонд у нас подготовлен на 99,3%. Это уже такая обнадеживающая цифра. Остались отдельные дома, где вот уже точно решаются вопросы органами местного самоуправления. Где-то уже и органы власти подключаются регионального уровня. Процент подготовки котельных, электросетей, теплосетей, он от 99,7% до 99,9%. То есть это вот тоже вопрос решается. С Ростехнадзором мы эту ситуацию обсуждали. Да, есть отдельные проблемные объекты, но в целом ситуация по области, она как бы положительная. И говорить о том, что у нас вот, как некоторые пытаются, да, все провалено, все пропало, к зиме мы не готовы, нет такого, к счастью, нет. Это вот на такой оптимистичной ноте я предлагаю закончить нам программу. Еще раз напомним жителям региона, что у вас в прокуратуре области будет работать горячая линия, да? Все вопросы вот такие индивидуальные, можно звонить и на сайте прокуратуры, да, узнать? Безусловно, да. Телефончик, да? Соответствующая информация будет размещена на нашем официальном сайте в сети интернет. Достаточно просто набрать там официальный сайт прокуратуры области, да? И также в средствах массовой информации, конечно, такую информацию мы заблаговременно дадим. Спасибо вам огромное. Хорошей вам зимы и будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания.